Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам следующего кандидата. Это кандидат депутата Народного хурала по Калмыцкому одномандатному избирательному округу номер 5 Болеев Борис Александрович. Борис Болеев выдвинут в Коммунистической партии Российской Федерации, а именно Калмыцким региональным отделением. Итак, Борис Болеев родился в 1987 году в поселке Бугу приютненского района республики Калмике. В 2004 году Борис окончил 4-ю школу города Элисты, после чего пошел служить в армии, является ветераном боевых действий. Имеет экономическое среднеспециальное образование, в настоящее время учится заочно в Калмыцком государственном университете на юридическом факультете. В свое время работал поваром, риэлтором в таких городах, как Питер, Москва, занимался предпринимательской деятельностью. Борис женат, воспитывает сына, имеет такие хобби, как калмыцкие танцы, игра на дамбре, комные походы. В 2019 году являлся активистом общественного движения «Это наш город». В 2021 году был активистом общественного движения «Наблюдательный полк». В настоящее время занимается комной стрельбой, именно воспитывает ребят, учеников, выезжает на соревнования и развивает данный вид спорта, глубоко увлекается буддизмом. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня очередной гость – Борис Александрович Болеев. Если характеризовать Борю, я хотел бы, забегая вперед, сказать, ну, я знаю, ты будешь, наверное, себе рассказывать. Я хотел сказать то, что Боря является активистом движения «Это наш город», был в наблюдательном полку в Приютненском районе. В 2021 году отвечал полностью за Приютненский район и довольно-таки ответственно справился с этой задачей. Я бы Борю, так как я знаю давно, характеризовал бы одним-единственным словом – это надежность. Как ты согласен с такой характеристикой? Да, согласен. Ну, благодарю, что пришел, по приветствию наших подписчиков. Всем привет, всем здравствуйте. Очень рад, когда наши люди приходят. Борь, я бы хотел разделить наше интервью на несколько частей. Первая часть – ты сам расскажешь о себе, потому что уже пора, понимая, не скромно, но мне бы хотелось, чтобы подписчики тебя видели. Тем более, почему там весь, все твои этапы твоей жизни и сегодня все сводится к тому, что ты кандидат депутат. Вот, хотелось бы немножко об этом поговорить. Расскажу о себе. Би Бах-Ду-Рыда, Даджихна, Болян Александрина, Тхун-Квин. Родился я в поселке Бугу, это норчевинская ферма Привитнинского района. Отучился первый класс, приехал в город. То есть с 8 лет, получается, я живу в городе, поэтому именно избираюсь по городу. Вот так вот, потому что Привитнинского района меня мало кто знает. Что еще? Оканчивал четвертую школу города Листы. Какого года? В 2004 году я закончил школу. Уехал в Питер работать, потом сразу ушел в армию. То есть я не поступал, у меня была цель такая, не знаю, как-то, видимо, когда ты подросток, юноша, ты ищешь, наверное, себя. Ушел на два года, ветеран боевых действий. Так где ты принимал участие в боевых действиях? Ну, не суть. Спасибо. Да, неважно, скромно. Да. Что еще? Работал, как у нас говорят, калмыцкая национальная работа, сушист. А ты выезжал в большие города? Да, я работал в Питере, потом в Москве долгое время. В 2016 году я... А, ну, предпринимательский опыт у меня был тоже здесь, в Листе. Потом опять уехал в Москву. К сожалению, ну, когда в Листе предприниматель отказывался, к сожалению, получил только опыт. Не деньги, а опыт сразу. И уехал опять в Москву до 2016, он был там. И в 2016 году я приехал, у меня была такая цель принять цель, то есть обет трезвости. То есть это моя сильная сторона была. То есть я узнал о том, что когда ты берешь обеты, тебя боим, то есть копится. Знаете, ты как бы на благо всех живых существ. То есть что-то нужно было менять. То есть я настолько в Москве было тяжело. То есть вообще на самом деле, когда уезжаешь в другой город, мне тяжело. Здесь возникает такой вопрос, была необходимость что-ли? Не, необходимости не было. Это наоборот, я говорю, это была моя сильная сторона. То есть я до этого не пил пять лет вообще. То есть ты еще подтверждался? Цели у меня даже такой не было, как бы просто. Я нашел повод просто на самом деле приехать домой. Но я должен был вернуться. А когда я принял цель, я понял, что все, я остаюсь дома. И с тех пор, я в 2016 году, я никуда не уезжал. Я сказал, все, я буду здесь. И как сказать, дома на самом деле, как говорят, стены помогают. То есть в Москве, в Питере мне у нас становится плохо. Как-то нет настроения, то есть и движения нет, работы как-то. А дома вся движуха на самом деле. Если с того времени взять. С тех пор я занимался калмыцкими танцами, то есть на дамбру ходил, то есть все вот эти моменты. Конными походами начал заниматься. То есть потом в 20-м году конной стрельбой из лука начал заниматься. Там вот так вот. Потом, ну, у нас в 19-й год был, получается. А ну, нет, сначала вот лазерная резка. Ну, я хотел бы, чтобы ты бы это рассказал. Про 19-й еще вернемся. Долгое время у меня хобби было вот лазерная резка. То есть я делал калмыцкие дамбры. Ну, сейчас учусь делать на самом деле. Калмыцкие дамбры, сибирские, наверное, скажется, больше правильно было, когда еще, которые сейчас делали в Сибири, там, изнажая топора. ТПУ лазерная резка. Станком там вырезаю алтарные полки. То есть это тоже как-то начинал там с таких, с детских каких-то игрушек, сувениров. И основной продукт это алтарные полки, наверное, это вот это моё хобби. Вот так вот. На данный момент я сейчас таксую. Лето. Почему таксую? Потому что я тренирую двоих юниоров. Мы уже ездили на всероссийские соревнования. Там мы заняли первое и третье место. Конная стрельба из лука. Та же самая. И сейчас мы выезжаем от 12 и 13 августа в Серпах и будут проходить. То есть у нас там... На днях уже выезжали. На днях, получается. После завтра, завтра ночью мы уже уезжаем. И вот так вот получается. Кто и чего у нас? Почему я здесь? Все началось как у нас. Как обычно, наверное, у активистов. Это наш город или наблюдательный паук. Это все как раз таки... Ну, наблюдательный произошел. Это наш город. Все с 19-го года с приходом назначения трапезников. То есть это все началось с митингов. Почему я пришел на митинги? Наверное, меня мотивировали выны. Санцар Викторовичем. Я Санцар Викторовичем? Какая середина должна быть. То есть составляющая, например, есть... Не знаю, то ли китайская, то ли японская какая-то техника. Там есть три таких кружка, да, икигай в середине, там, икигай. Вот представители власти, представители оппозиции и гражданское общество. А в середине это уже элита. То есть калмыцкая элита, а в которой у нас, к сожалению, нет. То есть которая решает независимо, ну, в какую сторону идти, как двигаться, что нужно развивать, то есть в первую очередь. Которую, так сказать, поэтому, как сказать, я здесь, он пришел в депутаты, то есть, вот так вот. Кандидат в депутаты. В кандидаты. Ну, да, конечно, конечно. С чего я тебе желаю. Выбор, это все покажет, вот так вот. Что еще у меня? Про цель, да, у меня был еще такой момент. В двадцатом году я ездил в Бурятию. Именно с того момента, наверное, я стал, как-то более, повернулся, обрел тогда, на самом деле, веру, именно в тот момент. Придевающая правда я чуть позже принял. Почему? Как я обрел веру? То есть я случайно туда попал. То есть это была такая случайная поездка. Случайно я попал в Бурятию. Да, не было цели ехать. Прям, обычно, оказывается, оказывается, на самом деле, когда люди едут в Бурятию, у них какая-то цель. То есть там, в ребенка хотят, там, здоровье, там, еще что-то, там, какие-то проблемы. Ну, то есть, чтобы какое-то желание. А едут со своей проблемой, да? Да, а у меня была, нам не предложили, я думаю, а почему бы нет? Тогда был ковид же, и как раз было окошко летом, буквально. И мы попали буквально на первый поворот колеса учения, первый поворот колеса учения Будуширьямоня. В этот день приехали. И на третий, четвертый день я увидел тело Хамбала Матегилова, не тленное тело Хамбала Матегилова. И в тот же вечер, у меня, ну, в общем, было много эмоций, сильные переживания, ну, как переживания именно такие, как сказать, в практике. И я понял, что это была моя мечта. В далеком 2008 году я первый раз увидел в интернете видео, что есть Хамбала Матегилов, не тлен, тем более в России. И я тогда понимал, что, знал, что у нас в Калмыкии было там одно или два, оказывается, три нетленных тела. Но их нет, до 38-го года они там один из нетленных тел в шатре в Яшкульском районе, в Яшкульском районе. Поэтому это было. Вот приехал с того момента и потихоньку начал практиковать. Принял прибежище я в каком году? 2000... А, в прошлом году летом. В прошлом году летом, так сказать, вот так вот. Хотя, несмотря на то, что обе трезисы принял я в 16-м году, на самом деле, наоборот, должен был быть. То есть ты очень сейчас прям глубоко в религии, или нет? Я бы не сказал глубоко, поскольку как идет, так идет. То есть я сильно себя не перегружаю, чтобы не было, как сказать, ответной реакции такой какой-то. То есть потихоньку, получается... Золотая середина, ты говоришь? Да, золотая середина. Это как вот про Икига, то же самое. Вот так вот, в принципе. Давай поговорим немножко про конную судьбу, я знаю, ты активно этим занимайся. Вот буквально только я только недавно в Калмыкии стал развиваться. 21-го года, насколько я понимаю, были первые соревнования в январе. Вот именно в тот момент я пережил такие очень, как сказать, получил такие эмоции, да, переживания. Сейчас, оказывается, принято будет, переживания прям. Настолько уверенно я себя чувствовал, хотя я ни разу на коне не стрелял с лука. И я тогда понял, что это мое, что это нужно развивать. Ага, что это твое. Да, то есть на самом деле конная стрельба, вообще скачки, борьба, борьба на лошадях, стрельба из лука. В этом очень много силы, очень такие сакральные виды спорта. То есть это... Это не традиционно. Это, да, это традиционные виды спорта. Это не футбол, там, не баскетбол. Не просто так придумано. Да, это, как сказать, оно уходит, они уходят далеко в корни. То есть я вот... Тебе очень много традиций, тебе очень много... Ну, есть религия. По крайней мере, ты в буддизме больше, чем я разбираюсь. И я уже смотрю, и как-то где-то даже завидую. Борьба, почему вот решил идти в депутаты народного хора? Хороший вопрос, на самом деле. Я тоже... Ну, я... Я не секрет, когда сюда шел. Сейчас я, наверное, скажу нашим подписчикам. До этого мы недавно разговаривали, где-то весной. Мы с Борей тоже беседовали, и я задал вопрос, как ты планируешь, что делать. Ты уверенно ответил? Ты хотел бы попробовать себя кандидатом, вот. То есть осознанный выбор, я считаю. Почему, зачем, для чего Борейс Болеев там... Я буду немного рассказывать вам, как-то, сможем, меймстримами и шутками, опытом из жизни, да. Был такой меймстрим, наверное, который облетел весь этот интернет. Там три сварщика пьяных, короче, держат кружку металлическую. И один говорит, смотри, говорит, дна нет, говорит, а вверх запаянные, короче. Ну, вот так вот, прикол в то, что... Понимаешь, у нас ситуация в Калмунке такая же. Здесь, понимаешь, дна нет, все говорят, вот дно там, да, был керсант, им все разрушилось, короче, дно, да. Пришел Орлов, там думали, там, это наш Посветитель, тоже там дно. Пришел там Хасиков, там, все тоже думали, короче, ну, это ладно еще. Потом пришел Трапезников, потом пришел опять Орлов в Совет Федерации, то есть, и все спрашивают, как, где же это дно, чтобы можно было оттолкнуться, а там, на самом деле, ну, как бы, кружку надо перевернуть, как бы, понимаешь, то есть, ну, дна нету. Поэтому я здесь, чтобы перевернуть этот кружку поставить, как сказать, или быть даже примером, может быть, для кого-то, чтобы, если они кто-то увидят, скажут, вот он, даже тот же Борис Болеев пришел туда. Я, как бы, уже не смогу, что ли, вот так вот, даже если он, как бы, идет, вот, ну, как-то в этом плане. Понимаешь ли, где полностью ту ответственность, если ты станешь депутатом, что ли? Конечно, конечно, я много об этом думал, как сказать, соображал, да, на самом деле, очень много, все твои видео пересмотрел. Да, вот вместе, да, поразмышляем. Да, все видео, все видео, я посмотрел. Отличный проект, кстати. Отличный проект, на самом деле. У меня? Посмотреть на людей, да, и себя показать тоже, как бы, да, чтобы люди тоже посмотрели, может быть, где-то посмеялись, но у меня очень много таких вопросов, кстати. К некоторым, к некоторым, к некоторым. Вообще, на самом деле, тема выборов, да, она очень сложная. Да. Это просто название такой выборы, а получается у нас тут выбор без выбора, кажется. Сейчас, ты же прекрасно, как будто так, да. Ты же прекрасно понимаешь, какие были выборы в 2021 году. Вот я был, получается, куратором по Придичинскому району, по всему Придичинскому району. Там кино можно было снимать. И я знаю, что это везде так было. Боевик. Боевик. Боевик, комедию-то можно было снимать. А еще и комедию. Да, то есть, это, я не знаю, как сказать. Ну, честно скажу, это, я не знал, что так будет, честно говоря, но очень эмоционально, как сказать. Я понял, о чем ты говоришь. Надеюсь, в этом году такого не будет, надеюсь. Ну, ты ведь вчера, я думаю, в интервью с Галзамом, я, как я сказал, что я, вот, не хотелось бы повторять опыт 2021 года, потому что это, мы живем в одной республике, мы все друг друга знаем, и на период избирательной компании становиться какими-то непонятными врагами для чего-то. Я считаю, что не должно быть. Опыт 2021 года, я думаю, мне надо. Не хотелось бы повторять. Конечно, не хотелось. На самом деле, мы все Халимгут, у нас народ один, как говорят, мы единый организм, если так разобраться. То есть, если мы должны его воспринимать, да, всех людей, как в буддизме говорят, бесконечное количество раз перерождались, каждый человек уже, скорее всего, был твоей мамой. Вот так вот. То есть, мы единый организм. То есть, есть такой, да, там, поговорить. То есть, непонятно, когда эта вселенная образовалась, то есть, эта пустота, там, как сказать, и поэтому мы должны ко всем относиться так, то есть, с чувством сострадания, как бы, вот так. Ну вот, вот у тебя такой посыл, извини, перебил, подожди. Вот посыл такой сейчас, да, я нам с Ильдой еще задавал такой вопрос. Власть сегодня, ну, Батухасикова говорит, пользуясь выборами, необходимо объединиться. Единые Калмыкия, они должны объединиться, сложные времена и тому подобное. Почему-то это мешало сделать четыре года назад, да? Вот твое мнение по этому поводу, какой ты комментарий, да, что они сейчас хотят объединяться. Ты как на это смотришь? Ну, я, честно говоря, особо не слышал, что у СУС Бату Сергеевича были такие слова. Ну вот, но Абсир Викторович и сказал то, что он об этом сказал на заседании, где-то перед учителями. А, и это раскрутили. Это все-все-все, я понял, 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 как бы это раскрутили. Не знаю, ну, на самом деле, перед выборами много говорят. Вот я же начал с чего? То, что выборы, это просто слово выборы. А тут, на самом деле, выборы без выбора. Есть же поговорок. Несмотря на то, что я понимаю, что у нас сейчас нет наблюдательного полка, да, я иду на выборы, иду кандидатом, я понимаю, что на самом деле опыт 21-го года показал, что практически везде, везде, 100% был вбросы. Просто тупо вбросы. Почему? Потому что люди не ходят, низкая явка, очень низкая явка людей, то есть люди разочаровались во всем, понимаете. И я понимаю, что я вот иду не потому, что я такой хороший. Я говорю, я уже пример показать, что на самом деле, что важно не кандидат, а избиратель. То есть донести до избирателя, что на самом деле важен он, а не кандидат. То есть когда у нас будет общество, гражданское общество, да, и когда люди будут осознанно голосовать, без разницы, за единую Россию, главное, от чистого сердца кто. И главное, они выберут, пусть он будет избран в результате честных выголов. Да, чтобы это было честно. И не важно, откуда кандидат, с какой партии. Да. Вот. Я всегда был за это. Вот я прошу обратить внимание, дорогие подписчики, Борис Александрович говорит то, что у нас важен не тот, кого избирает, а важен тот, кто избирает. То есть мы – калмынский народ. Я думаю, что это самый главный фасад в этом интервью. Вот, что будешь делать, если станешь депутатом? Что буду делать? А давай так, я сначала скажу, что я сделаю перед выборами. У меня есть одна мысль хорошая. Я посмотрел в ЗАН онлайне видео Церена Басангова, он рассказывал о том, чтобы принять ЦЕР на три дня, о честности. Такая метафора хорошая была. Да, да, да. И на самом деле, чтобы… Это в первую очередь для кандидатов. Вот лично я хочу запустить такой челлендж, да, за какое-то время, чтобы какой-нибудь хэштег придумать, да, свой, чтобы все могли по этому хэштегу посмотреть, кто сделал этот челлендж, а кто нет, например. Перед в Хуруле, например, да, записать. Ну, попросите, может быть, охранник, чтобы он разрешил все-таки, потому что это важный момент. До выборов сделать такой челлендж, покляться, да, перед всеми буддами, бодхисаттвами, да, священной санхой. То, что выборы пройдут честно. То есть он не будет, как-то, принимать участие в воровстве голосов, там, вот так вот. И на самом деле, да, хочу записать такой челлендж. Я, ну, запишу его, то есть хочу призвать всех, хочу призвать, да, всех депутатов абсолютно. Ты можешь сейчас, да, это сделать. Потому что это очень такая ответственная должность. Я призываю всех, запишите до выборов, до начала выборов такой челлендж, принятие обедов. Не только на три дня, а вообще на проведение выборов. Вот, получается, если на три дня, то есть на три дня, а потом дальше можно, там, следующий через пять лет. Нет, на все выборы. И я думаю, как сказать, как сказать, я просто, как человек, немного практикующий, я понимаю, что раньше, в давние времена, вообще, на самом деле, наши предки очень много практиковали. Кажется, в каждой семье, там, отдавали фуру, то есть это было за честь. Отдавав шли самые лучшие. Сейчас у нас миряне перестали давать, очень мало детей, там, ну, как сказать. И немного сбился с мысли, всегда шли с хуруом, параллельно, независимо, то есть не было такого, там, вне политики, вне политики, вне религии, с верой, да, с верой, с дхармой, в общем-то, с учением, и поэтому я вот призываю. И что я буду делать, если стану депутатом? Первое, что я сделаю, когда я стану депутатом, есть такая практика, как вот Аюкахан, да, он клялся на коленях перед Ямантакой. Чтобы уж верно служить народу. Да, то есть не просто так, да, как дают, например, как инаугурация проходит, дали клятву, и на самом деле, то есть просто так. Как формальность. Это формальность, там, клятву богатырей, там, я не знаю, что вообще просто настолько ее превратили во что, вот, нельзя так говорить, но, и чтобы не оставать, не оставлять себе выбор, выбор входа назад, я дам клятву перед прообразом Ахакалы, что я буду верно служить своему народу, не воровать, там, не лгать, да, там, кстати, не бросать там тяжелую минуту. Я вижу, что это очень искренне будет. То есть, ну, как бы, если я это, как сказать, делаю, если я нарушу свою клятву, то... Дрожь тебе цена, да. Не только. Дрожь мне цена, пусть Махакала вырвет мое сердце. Вот так вот. То есть, на самом деле, я немного омрачен тем, что у нас, нас ждут тяжелые времена. Уже они начались? Они уже начались. Первое мое выступление на митинге, на несанкционированном митинге, он был несанкционирован, его вызвали, опринали несанкционирован, он был на скамейке, на лавочке, да, и я понимал, что он несанкционирован, но я выступил со словами, что, на самом деле, тяжелые времена порождают сильных людей. То есть, с ней приходит такая необходимость, и вот наши Эджи Авы были сильными людьми, они сохранили культуру и традиции, да. А сейчас какие времена, думаешь? Сейчас тяжелые времена, потому что... Их создали слабые люди? Их создали слабые люди. Ну, это не мои слова, это такая статистика, вот так вот. Я думаю, пришло время объединяться, неважно, что уже было в прошлом, то есть мы все ехали в год. Потому что, да, тяжелые времена, и необходимо объединять, но объединять именно так, по чесноку, чтобы все... Да, то есть не просто так вот. Не просто, чтобы это были заявления, да? Боль, вот почему именно КПРФ? КПРФ, ну, в двадцать первом году они поддержали нас на выборах, как бы, поэтому именно от КПРФ, а до мандатников, то есть... Ну, на самом деле, самовыдвиженцам немного сложнее. Ну, это же где-то нереально. Да, это нереально. Если бы ты шел был, это было нереально. Да, нужно было собирать подписи, там, там очень много факторов, чтобы просто зарубить кандидата, поэтому именно от КПРФ. Да, вот эта идея о том, чтобы взять церковь на честность, вообще очень такая привлекательная, и я пользуюсь случаем, расскажу, в 2021 году, когда я был кандидатам, я никому не рассказывал, но пользуюсь случаем, расскажу уже на публику, когда стали резать шины, когда отбирали телефоны и тому подобное. У меня еще в районах был, там, бардак без предела. Я тот день, я уехал в Лагань, в Лагань, к Амсомольске, когда я это увидел, в бардаке я стал возвращаться, я еду, я позвонил одному из кандидатов, я не буду сейчас именно называть, и говорю, давай, мы три основных кандидата, но с другими я не общаюсь, с основным соперником я не общался. Я позвонил одному, говорю, давай мы сейчас, я приеду, мы запишемся, вот мы три калмыкостани, запишемся, скажем, ребят, давайте все проводить по-честному, это не мне достойно. Да, вы, как может быть, свою копилку это делаете, но традает наш народ. Этот человек, которым я разговариваю, он согласился, но другой, третий кандидат не согласился, третий отказался, и для меня тоже это был показатель. Вот так вот, я, блин, благодарен, что ты такую очень, такую важную тему глубоко затронул, да. Да, вот именно с таким настроением, именно с такой позиции необходимо, да, выходить и говорить об объединении, чтобы наш народ не страдал, потому что я с тобой согласен, когда ты говоришь, здесь народ главный, а не депутат, не глава, я с тобой полностью согласен. Борь, давай поговорим о твоих соперниках, вот, Пятый округ, я специально сделал распечатку, вот, Бадгаев, Джамба Балай, 75-го года, РПССС, Манджиков, Арлатан Константинович, 91-го года, партия Роста, Манджиков, Наталья Сергеевна, справедливая Россия, из-за правды, Халгаев, очередь Владимирович, 76-го года, Единая Россия, Чугуева, Теграш Юрьевна, 1974-го года, партия Новые Люди, Щербаков, Николай Юрьевич, 1967-го года, канонское отделение ЛДПР. Знакомы эти люди? Знакомы для меня только, получается, Халгаев, Ачирш и Манджикова, Наталья. Ну, потому что они политики. Да, потому что они политики. Ачир здесь, получается, депутат Ачирш. И Наталья Сергеевна, получается, есть депутат. Ну, и все, вот, ну, выборы покажут, в принципе, сильные, как сказать. Ну, сложный округ, да, сильный у тебя. Да, сложный округ, вот, поэтому, я вот, конечно, тоже не выбирал, выбор особо у меня. Да, выбор без выбора, если сказали здесь. Да, да, так как получилось, вот так вот, ну, время покажет. То есть, готов работать. Я готов. Борис, в заключении, вот, несколько минут для того, чтобы обречения нашим подписчикам. Подписчикам? Да. Прямо можно в камеру. Можно в камеру. Самое главное, идите на выборы, голосуйте, получается, как сказать, от чистого сердца. Самое главное, идите на выборы. Если бы еще хорошо было, если бы еще выборы честно пришли бы. Было бы еще лучше, конечно. Хочу обратиться к членам комиссии, к наблюдателям, чтобы призвать к честности, призвать к принятию обета, да, к такому челленджу. Потому что, как сказать, мы должны жить дружно, нас ждут тяжелые времена, на самом деле. Хочу обратиться ко всем депутатам, к кандидатам, ко всем кандидатам, чтобы они приняли участие в этом челлендже. Давайте по-честному. Принятие обетом, да, давайте по-честному. И вообще, в принципе, у нас в Калмыкии, я думаю, в первую очередь, должен дать такую клятву Махакали, вот глава нашего региона, и потом уже по его примеру от всех, все самые, ну, чиновники, получается. И тогда у нас будет все хорошо. То есть, либо, ну, как сказать, не мешайте, пусть придут, это как пример, да, с чистой водой, там, стакан загрязной водой, если заливать чистую, он постепенно станет белым. Поэтому, ну, люди должны быть, во-первых, представлять, что, ладно, закрывать, все, я уже беру тебя. Спасибо этому, Владимир Заболееву. Надо удалить этот момент, где... Мы ничего не будем удалить. Очень замечательное интервью. Я за все. Самый главный посыл, это вот то, что необходимо, все провести по-честному. Спасибо, дорогие друзья, ставьте лайки, мы разместим ссылку на твой канал, на твоих статус сети. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на канал Бориса, там очень интересно. До свидания, дорогие друзья, удачи.